Зигзаги погоды в последнее время происходят все чаще. И это особенно сильно сказывается на проведении зимнего спортивного сезона. Теплый декабрь вынуждал даже переносить в нашем районе традиционную предновогоднюю манжосовскую гонку на январь. Теперь трасса имени Ларисы Лазутиной от подобных случаев застрахована. Весной я обратился к губернатору с просьбой поддержать нас в финансовом плане и дать такую вот возможность купить пушки. Называется это система искусственного снижения. Такая система используется в основном на горнолыжных курортах. Но мы предложили в наших парках, особенно вот здесь на Лазутинке, где акцент любителей спорта именно лыжного, мы предложили закупить такие установки. Работа снежных пушек требует огромного количества воды, поэтому в парке будет подготовлена специальная артезианская скважина. Конечно, и искусственный снег дороже того, что падает с неба. Но у него перед природным собратом есть важные преимущества. Более высокая точка плавления. Он не тает при переходе температуры через ноль. Его структура лучше подходит и для формирования самой лыжни. Уверен, что это, безусловно, продлит сезон. Во-первых, мы сможем уже в следующем году раньше начинать. И, конечно, уже переходить в весенние месяцы. За счет того, что даже при пульсовой температуре будем потихонечку напалять снег ночами. На горнолыжных курортах система искусственного оснижения используется уже давно. А вот на обычной беговой лыжной трассе Одинцовский район применит их первым в нашем регионе. Если наш опыт будет успешен и действительно нам удастся продлить сезон, то я уверен, что в следующем году и многие парки, у кого есть лыжня, тоже за нами потянутся. Тем самым мы дадим возможность нашим жителям, особенно тем, которые выбирают здоровый образ жизни, дольше и качественнее кататься в наших подмосковных парках. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова. Петр Горохов, Евгений Муравлев